Как лечить препаратом? 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 Дали нормализацию без антибиотика и на фосфомицине 89,8%. С точки зрения математики разница не является достоверной. Коллеги, как на сегодняшний день нужно лечить острый цистит? Безусловно, можно дать один день фосфомицин, а можно назначить 5 дней препарат нитрофуранового ряда, например, тот же нефуратель, который можно назначать детям 6-летнего возраста 10-20 мг на килограмм, а взрослым давать 2 таблетки 2 раза в день, потому что форма выпуска 200 мг. Ну и еще мы рекомендуем назначать на месяц БНО 10-45, почему? Потому что назначая на месяц, первую неделю БНО 10-45 потенцирует антибактериальный эффект, оказывает спазмолитическое антиноцицептивное действие, а вторая, третья, четвертая неделя – это чисто реализация профилактического потенциала. И еще я всегда говорю, что есть еще бизнес-схема, мы можем добавить леофилизаты бактерий, леофилизаты бактерий ОМ89 для того, чтобы сразу создать иммунитет. Коллеги, ну то, что касается нефурателя, я думаю, вы тоже знакомы с этим препаратом МакМирором, он имеет уникальный механизм действия, высокую бактерицидную эффективность по отношению к тем микроорганизмам, которые являются причиной инфекции мочевой системы. Вы видите, что публикации, доказательная база демонстрирует, что более 90% на вторые сутки дает нормализацию и 100% на пятые сутки. Вот на этом слайде как раз представлены дозы. Если не отталкиваться от дозировки в миллиграммах на килограмм, то детям от 6 до 9 лет 2 таблетки в день, от 9 до 12 – 3 таблетки, ну и взрослым назначают 4 таблетки в день. И при остром процессе курс лечения составляет 5 дней. Коллеги, бессимптомная бактериурия. Каждый третий человек старшего возраста имеет бессимптомную бактериурию. Пациенты с диабетом особенно с плохо контролируемым, потому что глюкозурия – это благоприятная среда для роста бактерий. Не говоря уже о беременных и здоровых женщинах перименопаузального возраста. Обратите, пожалуйста, внимание, какой категории не проводят скрининг. Их еще всех сравнительно недавно и диагностировали, и лечили. Сегодня этого делать не надо. Еще раз, перед урологическими процедурами, которые потенциально травмируют слизистую, и беременные с назначением стандартных курсов лечения. Но если вы все-таки поставили такой диагноз, то лечение, безусловно, основывается на результатах антибиотикограммы. А если в бакпосеве мочи титр недиагностический или, например, микс инфекция, там и шерихия коли плюс клепсиела, или энтерокок, или протеин, пожалуйста, вы можете назначать БНО 10-45. Для чего? Потому что, опять же, коллеги, пациенты с бессимптомной бактериурией в жизни потом делятся на 50%. 50% самоликвидируют, 50% через месяц, 2-3 дает манифестацию циститопилонефрита. Или назначаете, есть на украинском рынке УРИВАК, это хоть и зарегистрировано как пищевая добавка препарат, но тем не менее он содержит инактивированные замороженные леофилизаты бактерии противошерихии коли, клепсиелы, псевдомоноса, протея. Или назначайте тот же УРАВАКСОМ, это монолеофилизаты против кишечной палочки, для того, чтобы максимально попытаться избавиться от этой бессимптомной бактериурии. Лечение беременных, коллеги, с 2011 года рекомендации ЕАУ не меняются, все зависит от того, в какой стране женщина ждет ребенка. Даже выходя за рамки Европейской ассоциации, в Канаде женщин лечат нитрофоронтоином и нетяжелое течение пилонефритом. Украина, как правило, дает предпочтение фосфомицину. Ну вот то, что касается полусинтетических пенициллинов, в нефрологии и урологии уже существует достаточно длительное время жесткий формат. Только при наличии возбудителя и только при чувствительности к нему. То есть как препарат эмпирической терапии не рассматривается. В то же время наши ближайшие соседи и их федеральные клинические рекомендации под руководством профессора Перепановой позиционируют для лечения острого цистита у беременных и фосфомицинатрометамол, и тот же цефподоксин, кстати, у нас есть оригинальный препарат цефма, и цефтибутен, и нитрофоронтоин. Единственное, кто обратил внимание, разница в чем. Они предлагают более длительные курсы, не 3-5 дней, а 5-7. Это же и касается лечения бессимптомной бактериурии у беременных женщин. Коллеги, БНО 1045 и беременность. Вы знаете, что для того, чтобы внести в показания беременность, ну это нужно иметь очень версткие аргументы и действительно достойную доказательную базу. Так вот, февраль 2017 года Европа, Украина, январь 2018 года, внес в инструкцию по канифрону следующую позицию. При необходимости может применяться и, пожалуйста, в любом триместре беременности. Ну, кроме того, БНО 1045 имеет и другую доказательную базу. Причем эти публикации в известных европейских журналах, они касаются не только лечения профилактики инфекций, а также метафилактики мочекаменной болезни, а также лечения гиперкальциури, гипероксалури, гиперурикозури и даже диабетической нефропатии. Вместе с ингибиторами АПФ как раз был продемонстрирован ренопротекторный эффект. Коллеги, инфекция мочевой системы у женщин в переменопаузе. Тут меня, конечно, наповал убили гинекологи на кардиоконгрессе, которые сказали, что они знают только два показания для назначения заместительной терапии. Я им говорю, я знаю четыре. Ну, по крайней мере, два я вам озвучу. Значит, первое – это обязательно женщинам, у которых рецидивируют инфекции мочевой системы, и это есть в гайдлансе. А вторая позиция – это общество по менопаузе. Если у женщины есть гиперактивный мочевой пузырь, ей назначают что? М-холиноблокатор, соли, феноцин и плюс обязательно вагинальные эстрогены. Это золотой европейский стандарт. Рецидив инфекции. Коллеги, обязательно помните, что должен посмотреть гинеколог, если есть прецеденты уролог. Если это особенно лица репродуктивного возраста исключить урогенитальные инфекции, помните нейрогенные дисфункции, кристаллуреи МКБ. И лечение, да, пожалуйста, тот же фосфомицин, но уже три дня. Если цифалоспорины – пять дней. Если нитрофураны, то семь дней. И профилактическая терапия, доказательная база ЕАУ – это нитрофураны, пожалуйста. Там они, правда, позиционируют нитрофурантаин. Мы предлагаем как вариант нифуратель 200 мг на ночь. Фосфомицин есть в рекомендациях раз в 10 дней. Три метаприм 100 мг. И я вам рекомендую настоятельно дополнить это БНО 1045. Длительность от 3 до 6 месяцев. Ну и вы видите, что профилактический потенциал БНО 1045 изучается не только в нашей стране, также за рубежом. Это исследование, которое было проведено белорусскими коллегами, и как раз они изучали и профилактический потенциал, и влияние на количество последующих рецидивов. То, что касается необходимости назначения, вы видите, что тот же нифуратель обеспечивает очень эффективную профилактику рецидивов микробно-воспалительного процесса. Причем я вам скажу из своего личного опыта, иногда я своим пациентам назначаю не только на 3 месяца, а на 6 и даже на год, если есть в этом необходимость. Выводится почками, высокая концентрация в ночное время, все профдозы даются на ночь, и очень высокая эффективность антибиотика профилактики. Коллеги, профилактика обострений. Вот это искусство. Искусство не в том, чтобы купировать острый процесс или обострение хронического. Искусство продержать как можно дольше пациента, где в ремиссии и не дать возможности ухудшиться анализом или реализоваться клинической симптоматике. Доказательная база. Первое. Профдоза урантисептика у беременных только благодаря гайдлайнсу 2 препарата. Дальше. Я вам рекомендую дать БНО 1045 на 3 месяца. Использование иммуноактивной профилактики. Вот здесь можно давать уравоксон. Кстати, он занимал позицию всего лишь 1С 2 года назад, а потом поднялся, пожалуйста, до уровня А. Можете давать уревак, причем не 3 месяца, а по 10 дней до 12, как я говорю, злостным рецидивистам. Гиперактивный мочевой пузырь. Если это дети, этот диагноз ставится официально с какого возраста? С 4 лет. До 4 лет, если ребенок уписывается, это еще вариант нормы. 0,2-0,3 на килограмм. А взрослым лучшей альтернативы нет. И пока есть единственные коллеги бета-3-адреномиметик миробегроны. Я, кстати, вчера читала с сербским урологом. Они сказали, а у нас нет. Я говорю, у нас есть. И мы можем даже похвастаться опытом. Использование вагинальных эстрогенов у постменопаузальных женщин, обратите внимание, самая высокая степень доказательности. Лечение пилонефрита. Пилонефрит можно лечить дома, можно лечить в стационаре. Но нужно четко понимать критерии, кого нужно направить в стационар. Дети до 6 месяцев, даже если это ваши родственники или соседи. Коморбидное состояние, гемодинамическая нестабильность, метаболические расстройства, сильная абдоминальная боль и высокая температура. Коллеги, на сегодняшний день самая короткая схема подразумевает 5-дневный курс левофлоксацином ПРОС 750 мг 1 раз в сутки. Вторая по длительности это цифрофлоксацин 7 дней. Третья это цефпадоксин, пожалуйста, есть цефма. 10 дней можно назначать цефтибутен. И как раз схема с цефалоспоринами очень гармонично и объективно вписывается в лечение беременных. И есть даже самая длительная, ну как правило ее, я по крайней мере ее не выбирала, и мои коллеги, это 14 дней, когда назначается 3-метаприм сульфометоксозолом. И есть такая опция, как профилактическая терапия. Это нами было инициировано, и мы это продолжаем делать на протяжении многих лет. Даже пролечившись 5 или 7 или 10 или 14 дней, минимум месяц профилактическая доза урантисептика и назначение БНО-1045. Для того, чтобы минимизировать последующие эпизоды обострения. Лечение в стационаре. Коллеги, ну принцип ступенчатой терапии. На сегодняшний день это не только пилонефрит, и пневмония, и инсульты, ряд других нозологий. То есть все-таки ступенчатая терапия. Парентерально, внутривенно, потом переходим на пероральный прием. И даже пролечившись в стационаре, минимум месяц профилактического лечения. А если процесс окажется осложненным, то и до 3, и до 6. Беременные. Беременные, безусловно, препараты выбора только цифалоспорины. Если тяжелое течение, немедленно в стационар. И, конечно же, нужно лечить группой карбопенима. Дети. Ну вот как раз этот слайд и отображает, что ребенок, который госпитализируется в стационар до 6 месяцев, должен получать терапию. Причем вот этот стандарт, я вам сразу скажу, мы его не используем. Это европейские, это Великобритания, это Соединенные Штаты. Они боятся и сразу детям назначают с момента госпитализации два препарата. Мы все-таки идем на монотерапию. И второй препарат мы добавляем, если очень тяжелое течение или мы не видим эффекта. Быстрее мы даже это поменяем. И действительно, длительность лечения тех же новорожденных может быть 2-3 недели, а так до 14 дней. А уже детям старше 6 месяцев, цифалоспорины, пероз и, как правило, стандартный курс 10 дней. Коллеги, ну вот эта таблица официально нам всем с вами развязала руки. Потому что да, в нашем протоколе, который датирован еще 2011 годом номером 627, есть позиция, что если надо, можно назначать второхинолоны. Тем не менее, спасибо ЕАУ, они общим решением рабочей группы сформулировали фразу, что если надо детям старше года, как препарат второй линии, назначается цифрофлоксацин. И обратите внимание, достаточно такие приличные дозы. Еще есть одна позиция 2017 года. Дети с антинатальным гидронефрозом. Что это такое? То есть, когда беременную смотрят на УЗИ, во втором триместре, вне зависимости от размера влаханки, такой диагноз не ставится. Ставится только пилоэктазия. Если есть расширение чашечек, каликоэктазия. Диагноз антинатальный гидронефроз официально во всем мире ставится только с третьего триместра. И, конечно же, с поворота не назначается профилактическая терапия. Те нужно, чтобы ребенок перенес хотя бы один эпизод пилонефрита, и тогда его до момента решения вопроса оперативного лечения сажают на длительную антибактериальную профилактику. Как видите, у детей выбор даже больше. Это не только уроантисептики. Кстати, обращаю ваше внимание, не уросептики. Уросепсис – это уросепсис. А санирование мочи – это уроантисептик. И используются, пожалуйста, антибактериальные препараты. Кроме того, коллеги, несмотря на то, что на сегодняшний день, я говорю, на сегодняшний, БНО-1045 в инструкции имеет показания старше 12 лет. Тем не менее, в нашем протоколе, который писался в 2008 году, потом в 2011 году, присутствует БНО-1045. И на сегодняшний день в Европе проводится ряд исследований, которые все-таки пытаются вернуть показаниями более ранний возраст. И существует много публикаций, которые демонстрируют и эффективность, и безопасность, и лечебный, и профилактический потенциал у детей. Коллеги, принципы мониторинга пациентов с инфекциями мочевой системы. Обязательно контролировать общий анализ мочи. Даже если пациенты находятся на профилактическом лечении. Обязательно нужно контролировать функцию почек. Без этого никак. Ультразвуковое исследование минимум раз в год. Детям раннего возраста, особенно до года. Иногда мы это делаем ежеквартально. То, что касается рентгенобследования, мекционная цистография, это детям, девочкам после второго эпизода, мальчикам после первого, причем мальчикам на сегодняшний день рекомендуется после года, девочкам с трех месяцев. И очень болезненный вопрос – это профилактические прививки. Можно и нужно через месяц от купирования воспалительного процесса. Ну, а так как я нефролог, я всегда говорю, что любое заболевание почек имеет два финала – или выздороветь, или сформировать хроническую болезнь почек. Третьего варианта, коллеги, не бывает. Основной критерий, по которым нужно оценивать при пилонефрите, при артериальной гипертензии, при диабетической нефропатии – это скорость клубочковой фильтрации. Не говорите на языке сывороточного креатинина – это неприлично. Весь мир говорит на языке СКФ. Нужно пользоваться формулой СИКОДИ-ЭПИАЙ. И еще есть категория пациентов – это с массой тела 250 кг, или наоборот кохектичные, или люди с ампутированными конечностями, у которых сокращен круг кровообращения. Пожалуйста, есть такой показатель цистатин С, который не зависит от вышеперечисленных критериев. И также с 2012 года рекомендуется настоятельно считать СКФ на основании цистатина С. Ну, а для детей традиционно формула Шварца. Единственное, хочу обратить ваше внимание, вот на этом сайте последняя самая актуальная версия, потому что эта формула появилась в 1976 году. И трижды уже за это время менялись коэффициенты. Спасибо большое за внимание.